Всем привет, друзья! С вами Евген Хонки-Тонг, это канал Бриолина Мани. И сегодня я сделаю обзор на американский бриолин от Даутс Традишнл Хэйли. Тестировать этот бриолин я буду на примере прически Эрифон Странг, что переводится как хобот слона. Эта прическа была популярна во времена Тедди Боев. В 80-е годы, во времена Нео-Рокобили, эту прическу очень любили ребята из Stray Cats. Правда, немножко в видоизмененном варианте, более неаккуратном. Ну а сейчас небольшая историческая справка о фирме Удаутс. История фирмы Удаутс началась, когда Клейтон Даутс отчаялся на эти крутые подходящие продукты на рынке и решил делать их сам в качестве хобби. Очень быстро это увлечение переросло в основную деятельность. И в феврале 2014-го Удаутс выпустил свой первый продукт – традиционную помаду. Ну а в 2015-м команда Удаутс переезжает в Бруклин, где существует и совершенствуется по сей день. Ну что, друзья, поехали мазать. Здесь все не так просто. Поскольку помада очень жесткая, брать ее я советую ногтем. Вот смотрите. Вот так. Растираем между рук очень-очень тщательно. Далее советую делать такую штуковину. Вы берете фен, топите ее прямо на руках. И мажем. Можно взять немножечко побольше, на самом деле. Вот. Еще я столько взял. И можно просто положить фен и подносить к нему руки. И растирать, и в то же время топить фен одновременно. И снова промазываем. Промазываем хорошенько. Забегая вперед, скажу, что на голове мы тоже будем топить его феном. Это не самое простое нанесение. Нембриолин, прическа требует большого количества гриза на голове. Также очень важно хорошенько пригладить виски. А даже немножко на это еще чуть-чуть возьму. Вот. Теперь топим на голове. Ну, когда мы достаточно растопили, она становится достаточно податливой. Можем сделать помпадур. Но про помп у нас уже есть один ролик, поэтому сегодня мы все же сделаем элефон странный. Смотрите, что нам нужно сделать. Сначала нам нужно волосы сверху, с макушки, с челки стесать вперед, а не ски назад. Пока мы это делаем обычной массажной расческой. А после того, как мы это сделали, нам нужно начать немножечко придавать объем вот такими скручивающими движениями. Как бы закручиваем, как колбаску, волосы вот такими вот движениями. Видите? Брайан уже немножко подсох после нашей сушки и поэтому уже хватает намертво. Он уже не такой мягкий, не такой горячий. Вот, в принципе, что-то, что есть в арсенале Брайана Сетзера, да? Вот оно уже вот примерно такое. Я думаю, этот Брайан понравится ребятам, которые любят сейкобили. Потому что тут можно хоть вот, понимаете, какой-нибудь... Ну, конечно, что он выглядит. Но... Ну, да, вот, удержит. Да. На самом деле так можно крутить достаточно долго. Потому что очень занимательный. Он может быть ну, не совсем ровный, если вы посмотрите на Slim Jim Fantoma, например. А может быть супер-пупер ровный, как вот здесь. Ну, фиксируем результат. Ну и теперь давайте прорезюмируем. Что же мы имеем в итоге? Мы имеем достаточно сильную фиксацию. По-любому. можно плясать, танцевать, трясти головой. Все остается на месте. Можно делать высокие начесы. Можно делать невысокие начесы. Тоже. Тоже, тоже. Очень все держится хорошо. По поводу блеска хотелось бы сказать, что помада особо не имеет никакого блеска. Так, естественный блеск. Видно, что мы нанесли средство, да, но какой-то особой жирности или прям шайна такого она не имеет. Касательно нанесения, вы и сами все видели в начале ролика. Мы его топили на руках и топили на голове. Топить в банке его нет смысла абсолютно. Из банки мы его зачеркиваем ногтем, еще раз повторюсь. и топим. Топим, топим, топим. Только так его можно нанести. А что у нас со смываемостью, друзья? Эта помада смылась у меня с первого раза. Много шампуня мажете на сухие волосы. Растираете, втираете, там и так далее. Потом добавляете немножко воды, потом еще немножко, еще вбиваете пенку и смываете теплой, практически горячей водой, насколько это можно терпеть. И таким способом удаун смылся у меня за один раз. Ну, с запахом у нас интересная история. Запах вызвал у меня такие ассоциации. Это ментол, звездочка, что-то может быть шоколадное и свечки. И вот это микс всего вот этого. Интересная штука, да. Ребята из магазина барбершопа помыть любезно предоставили мне замечательное удалось traditional хэри. Респектулечка вам. Ну и помятуя слова одного моего подписчика, который я писал в комментариях, что неплохо было бы под роликом оставлять ссылки, где я взял этот бриолин. Я это сделал. Смотрите, да, смотрите под ролик в описании. Ну и на этой замечательной ноте я говорю вам до свидания, до следующего четверга. Как вы уже заметили, ролики на канале выходят каждый четверг. Так что заходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok